Среди тех, кто не может вернуть деньги за билеты, купленные во время весеннего карантина, оказался и целый коллектив ансамбля из Шимкента. Участники творческого коллектива из девяти человек приобрели билеты на сумму почти в один миллион тенге и планировали вылететь 17 марта. Вот только в стране за день до этого объявили карантин. Деньги пообещали вернуть в самые кратчайшие строки, но спустя пять месяцев ситуация не изменилась. Подробности в материале Бахрома Абдулаева. Как можно так долго переводить деньги с одного счета на другой? О каких 60 днях идет речь, я даже не пойму. Я лично за билет отдала 128 тысяч тенге. Жительница Шимкента, мать шестерых детей Ахтуты Нарбекова, одна из тех, кто приобрел билеты на самолет через туристическое агентство для своей дочери. А планировалось, что она выступит в составе ансамбля на международном конкурсе перед соотечественниками, проживающими в Турции, в честь празднования праздника Наурыз. Но 16 марта в стране объявили карантин. Запланированный вылет на 17 марта пришлось отменить. Деньги за возврат билета женщина, как и другие родители, до сих пор не получили. Двери турагентства до сегодняшнего дня были закрыты, уверяет директор школы ЖТГ. Приходили письма официальные, писали о возврате билетов, обращались в комитет авиации Республики Казахстан. Вот третий день я никак не могла их достать, пока вы не пришли. Они не открывали офис. Двери были закрыты? Двери были закрыты. Не поднимали трубку. Выходили, вчера выходило, говорили обещание, но и сегодня на это время они не пришли. Мы связались с директором туристического агентства САБУ Айнур Серегжан. В телефонном разговоре она заверила, что деньги будут начислены в течение 60 дней. В пресс-службе авиакомпании «СКАД», где были куплены билеты для ансамбля на 9 человек с общей суммой в почти миллион тенге, объяснили, что возврат по более 3000 отмененных авиарейцев казахстанцев осуществлят в порядке очереди в полном объеме.